Воспитание детей и молодежи Воспитание детей и молодежи – одна из главнейших задач и семьи, и государства, и общественных организаций. Мусульманское религиозное объединение в Республике Беларусь в этом направлении работает систематично, плодотворно и не первый год. Счет, проведенный мероприятием, идет на десятки, и сегодня мы расскажем об одном из них. А для этого перенесемся на базу отдыха в Вейк-парк Волма, где в начале ноября состоялся слет «Ислам – моя опора». С приветственным словом к участникам обратился муфтий мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир Хазрат Шабанович. Ислам – это мир, это вся жизнь со всеми ее переплетениями отношений между людьми и отношениями с Господом, Богом. Вот как значимо нам довести это систематически, без штурма, а так естественным путем. И вот на этом естественном пути стоите вы, вы стоите, за вами семьи. А семья – это источник вот этого всего воздействия на поколение. Как создать семью, как удержать, как воспитать деток, как продлить эту жизнь. Как значимо! Не хвалюсь, но мы простые крестьяне, родители. Дай Бог им, их души приняты Всевышним Аллахом. Как они заботились вот это передать. Поэтому я делаю вывод, не только поэтому, но и вообще в силу образования, воспитания своего, в силу своего профессионального. Долго работая, 45 лет в системе образования, на всех ступенях, составляющих ее. Как значимо, естественным путем, вот эту динамику уловить и воспитательное воздействие. Поэтому большая-большая на вас надежда. Что бы там ни стоило трудностей, мы за трудности эти благодарим. Аллах вас благодарит за эту посильную, необходимую деятельность. Идем на то, чтобы собрать вас, чтобы вы, общаясь вот в своем кругу, устроили взаимопонимание. И озабоченность ваша, чтобы там нашла какой-то ответ в общении друг с другом. То ли прослушивая лекцию, то ли проводя беседу, то ли диспут проводя. Чтобы вы там находили ответы на те индивидуальные вопросы, которые неразрешимы порой одному. И требуется вот сверить с позиций ближнего. Особенно с позиции мусульманки или мусульманина. С позиции нашей умы. Я искренне желаю вам успеха. Будем радоваться, чтобы у вас там была замечательная обстановка. Чтобы вы всю эту программу, которую вот у меня есть, изложили. Чтобы вы решили. И самое главное, чтобы вы благородили вот свои души, свою жизнь по знаниям, добро. Мероприятие проходило в атмосфере духовности, в поисках гармонии мирского с вечным и взаимосвязи с окружающим миром. Для многих участие в слете дало уникальную возможность открыть для себя жизнь в уме и углубить свои знания об исламе. Обмениваясь опытом с другими странами, с Россией, особенно с Татарстаном, мы увидели, насколько интересно у них проводится работа с молодежью. Они проводят активные мероприятия, они проводят выездные многодневные мероприятия для молодых людей, девушек, парней. И мы решили, что наша молодежь тоже будет рада таким мероприятиям. Поэтому мы запланировали этот слет. Четыре дня на природе, на красивой базе отдыха, лес, свежий воздух, уютные комнаты, прекрасная мансарда. И интересные атмосферные мероприятия, интеллектуальные игры, командные какие-то соревнования, психологические игры, игры на сплочение, лекции от наших учителей, от имамов, какие-то практические занятия, как вписать ислам в свою жизнь, как жить халяльно, как нужно проводить дни, чтобы было максимально использовано все время и не упустить возможности поклонения. То есть как вписать молитву, намаз, Коран, как вписать какие-то другие виды поклонения в свою жизнь. Все это молодежь здесь поймет, как им это сделать в обычной жизни, на работе, на учебе, когда у них есть дети или когда у них родители, которые не совсем согласны с их образом жизни. Мы рассмотрим все эти вопросы и надеюсь, что каждый из приехавших найдет ответ на свой вопрос. Он найдет здесь новых друзей, он найдет здесь какое-то вдохновение и прекрасно проведет время. Для того, чтобы вера в Аллаха стала надежной и незыблемой опорой в жизни человека, необходимо постоянно расширять и укреплять ее. Мусульманам рекомендовано непрерывно учиться Корану, выполнять религиозные обряды, максимально прилагать усилия в следовании учению пророка, мир ему. Все это помогает верующим сохранять мир и спокойствие даже в самые трудные моменты жизни. Я рад вас всех поприветствовать с первого мусульманского молодежного слета. Данное мероприятие, я считаю, что это очень важное мероприятие. С точки зрения с той, что это то мероприятие, где мы дадим не только религиозные знания нашей молодежи, но и они смогут познакомиться с друг другом. Присоединиться, приобщиться к одной большой мусульманской семье, чтобы каждый показал свои лучшие черты и поделился этими чертами с другим своим братом. И каждый из них, чтобы стал тем другом по жизни, который будет все время его поддерживать, помогать ему во всем, не только в религиозных знаниях, но и с теми трудностями, проблемами, которые каждый из нас сталкивается в течение нашей жизни. Не случайно первый по счету слет назван «Исламмая опора». Ведь первостепенными добродетелями в жизни истинного мусульманина являются уважение и почитание старших, доброе отношение к окружающим, совершение благого. Эти добродетели, разумеется, при наличии истинной веры во Всевышнего, являются самыми доступными для каждого мусульманина, даже неискушенного в теории и нюансах религии. Но именно они гарантированно обеспечивают ему физический и духовный покой. Я здесь для того, чтобы найти новые знакомства, получить положительные впечатления, а также укрепить свою веру, так как я не так давно принял ислам. Я приехала на слет для того, чтобы в первую очередь получить знания, познакомиться с новыми людьми, окунуться в мир нашей умы. Я надеюсь почерпнуть максимум знаний, потому что информацию, которую мы будем получать, мы будем получать от наших уважаемых хазратов. И это очень ценно и очень-очень интересно. Вера – это опора, основание, то, на чем мы строим нашу жизнь. Это наши мысли, наши устремления, наши мечты. То, во что мы верим, то придает нам силы, побуждает нас двигаться, стремиться к развитию. То, во что мы верим, питает нас, как влага, питающая землю, на которой растут и трава, и цветы, и деревья. Если влаги не будет, то все засохнет, и трава, и цветы, и деревья. А если не будет веры, засохнет сначала душа, а затем и сам человек. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Верующий в единого Бога – это тот, кто никогда не причинит вреда другому ни языком, ни руками». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова